Привет, мои дорогие! Мы сейчас с вами сделаем такую разговорку, болталку по тем вопросам, которые вы задаете, мои дорогие. И начнем с вопроса Юлии. Она спрашивала, получается, что сафировые кольца, если носить, то не смогут просмотреть меня? Да, девочки, сафир это такой камень, который вы когда носите на себе, он не то что защищает от сглаза, от порч, от всего возможных магических нападок, он даже имеет эффект оздоровления. И на самом деле у меня есть сафировое кольцо. Единственное, что я его, а ну девочки, я его не купила, оно мне досталось от бабушки, но оно у меня часто просто лежит в сейфе. Почему? Потому что оно мне не подходит по размеру, оно у меня проворачивается. Из-за того, что я его не хочу уменьшать для того, чтобы носить, вот не хочу уменьшать, вы знаете, клин такой зайдет, и я его не уменьшаю, девочки. Я просто его периодически одеваю, сплю, надеваю это кольцо, сплю даже в нем, да, но дело в том, что боюсь его просто вот потерять. Я сейчас пересматривала себе в магазине сафировые сережки, тоже сафировое кольцо, но стоит вообще просто unreal, да, дорого стоит. Если вы посмотрите в магазинах, в ювелирках, получается настоящие сафиры, а настоящие кольца с настоящими сафирами, они получаются там маленькие, такие ползернышка, да, но это настоящие. Есть еще наносафиры. Наносафиры, девочки, я мерила такое кольцо, никакой энергетики оно для меня не несет. Не знаю, может быть это и как раз такие, знаете, и подделка, и стекло, и все что угодно, но сафировое кольцо, когда его надеваешь, надеваешь, девочки, на пальчик, вообще замечательно. И для магии замечательно, для чистки замечательно, для защиты замечательно. И я почему его не уменьшаю, девочки, потому что оно как бы принадлежало моей бабушке, и оно определенного размера. Я вот жду, может у меня пальцы попухнут немного, да, и когда оно мне ровненько станет по моему пальцу, на который оно хорошо так налазит, да, тогда я его и буду носить. Я так вот считаю, что время для постоянной носки все-таки тоже не пришло. Так что если у вас есть, как говорится, возможности, и вы можете себе где-то позволить даже какое-нибудь маленькое сафировое колечко, покупайте, девочки. Только обратите внимание, что надо именно настоящий сафир, а не какие-то нано, какие-то непонятные, да, сафиры. То есть не берем. Так, и можно еще, можете даже в интернете почитать про сафир. Очень интересная, классная история. Так, девочки, дальше. Сейчас я прочитаю, тут у меня переписочки идут. Так. Мне хочется это сделать всегда, когда болталку делаешь, девочки, это намного полезнее даже, чем просто какое-то такое вот видео, лекционное или еще что-то. Потому что у меня больше, лучше всего получается и лучше всего доходит, как говорится, наше плодотворное общение именно когда в такой вот болталке. Так, Ирина спрашивает, ритуал, покров непрогляда, написано, нельзя прочитать человека, если у него есть амулет глаза, а если глаз есть на ладони, это может считаться или нет? Ну, вообще-то, так, вот если у вас есть на ладони, например, знаете, это какие-то глаза, пентаграммы, там еще что-нибудь, девочки, особо это не влияет, да. Я в хиромантии, ну, не то, что я не особо разбираюсь, я туда не лезу, да, я на какие-то моменты обращаю внимание на общее, да, но в такие какие-то дебри не лезу. Поэтому, если у вас глаз где-то есть, надо смотреть, он действительно как, это сугубо индивидуально, девочки, он реально может помогать, да, а может вообще просто там быть и все, и ни к чему, в принципе, не вести. Поэтому насчет того, если амулет глаза, девочки, я всегда ношу, у меня всегда глаз с собой, навсегда. У меня на компьютерах глаз стоит, у меня там где-то на каких-то аватарках моих глаз стоит, да, у меня в кошельке глаз лежит, у меня на брелке, девочки, глаз, да, это все для того, чтобы ко мне, как говорится, не лезли. И я намного себя, намного спокойнее чувствую, когда есть у меня этот третий глаз. И вы можете заметить, даже, вот я даже когда на Таро вам гадаю, да, у меня везде, в принципе, третий глаз присутствует практически на любом моем, там, где я работаю, на моих этих вот планшетах, как я их называю, да, которые я сама делаю. А делаю я их сама, почему? Потому что мне надо их активировать еще, это то, куда ложатся лицом вниз карты. То есть, третий глаз смотрит на карты, карты смотрят на него, вы выбираете, понимаете, по рубашке, переворачиваем, потом третий глаз смотрит на вас, ну, то есть, это тоже такая определенная система есть. Если вы будете с собой вот этот третий глаз носить нарисованный, да, либо, ну, не знаю, в брелке, можете нарисовать на картонке, сигильчик такой себе, в принципе, любой, да, в свободное время, то очень даже ничего. Я, например, еще этот третий глаз, интересно, знаете, когда рисовать, когда вы, например, получили деньги, девочки, вот вы, например, получили какие-нибудь деньги, подержали их в руках, вы можете вот этот третий глаз сразу нарисовать. Третьих глазов много не бывает, так что, чем больше у вас их будет, даже тем лучше. Так, Евгения спрашивает, ритуал сохранник соляной, если вдруг хлеб плесневеет, как и куда его утилизировать нужно? Это когда, девочки, у вас хлеб плесневеет, он не всегда высыхает нормально, вот реально, и даже вот вроде бы вы его высушили, и он заплесневел. Плесневый хлеб хранить не надо, да, с одной стороны, это пенициллин, это прикольно, но я как вижу плесень, я обращаю внимание, да, где она появилась, эта плесень, сверху, внизу, снизу появилась, да. То есть, какая она, девочки, сама по себе. Есть такая безвредная плесень, а есть такая, чуть ли не черная на хлебе, да, синяя какая-то такая, зелено-синяя появляется, это все плохо. Зелено-синяя, это к болезням, если там какая-то черная такая появилась, это к порче, девочки, да, то, что на вас работает. Я об этом не особо говорю, потому что уже к диагностике относятся просто, нам главное, чтобы на хлебе не было плесени. Если все-таки у вас такое случилось, что плесень у вас появилась, девочки, как утилизировать этот хлеб, да, я его просто для того, чтобы достать монетки, да, я его сначала мочу, достаю просто грубо, без всяких таких ритуалов, как говорится, достаю эти монетки. Хлеб разламываю на две, на четыре части и просто выкидываю в мусорку. Причем я вам скажу одну вещь, у меня, может быть, это у меня такое, да, но у меня мания, девочки, выносить мусор каждый день, да, и каждый день я этот мусор выношу, чтобы у меня, как говорится, не то, что там дома чисто было, да, для того, чтобы не скапливались вот такие вот вещи с ненужной энергетикой у меня, например, на кухне там где-то все стоит. Это даже, знаете, какое-то мое такое внутреннее. Причем, вот, кстати, так как у нас болталка, да, поделюсь вам одной вещью, вот, недавно, короче, ехала я на машине, и вот что такое экстрасенсорика, девочки, надо ее в себе развивать, без этого в нашей жизни никуда, да, и у меня машина исправна, едет, все хорошо, и что вы думаете? И я такая думаю, так, надо, еду по трассе и думаю, блин, надо проверить тормоза, у меня не горит на табло ничего, что тормоза неисправны, ну, короче, все нормально было, да, и я уже за три дня начинаю чувствовать, что мне надо машину мою, тормоза проверить, да, что-то с тормозами не то. И я уже представляю, а что делать в тот момент, если мне откажут тормоза, на какие кнопочки нажимать, да, есть даже вот, вспомнила, что у китайцев есть трасса где-то, если у кого-то отказывают тормоза, там есть такой специальный съезд, который останавливает, искусственно останавливает автомобиль, да, то есть без повреждений, без ничего, специальные съезды для того, чтобы остановиться есть. И я что-то об этом так задумалась, и сегодня я сдала, кстати, свою машину на 100, для того, чтобы мне полностью диагностику сделали, ее просмотрели, и что вы думаете, звонят мне и говорят, ой, вроде бы на первый взгляд все нормально, тормоза нормальные, да, ну, можно там колодки поменять, как полезли те колодки задние на автомобиле, да, то, оказывается, на одном колесе тормозную колодку заклинило, и если бы еще чуть-чуть, то у меня бы загорелся, как они говорят, диск в машине, понимаете? То есть я, например, уже чувствовала, что у меня к этому идет, хотя ничего, в принципе, к этому не вело, да, и машина себя адекватно вела, никаких ошибок не выдавала, и даже механики на 100 не сразу заметили вот эту вот проблему, да, так что реально, для чего нужно нам заниматься магией, развивать себе экстрасенсорики у девочки, да, и не лениться, для того, чтобы вы могли предугадать вот этим своим внутренним чувствам какие-то такие изменения, всегда себя надо слушать, девочки, никогда там не думайте логически, всегда думайте интуитивно, если вам что-то подсказывает внутри вас, что это делать не надо, это надо переставить как-то так, по пятому, по десятому поставить, всегда вот слушайте, и у меня, кстати, есть такая даже вот фишка, я, например, чем-то занимаюсь, и мне надо, например, ну не карты положить, но это пример я вам просто говорю, да, вот черепа, например, расставлены у меня так, и я вот, например, думаю, ну я вот просто поставила их так, и я думаю, и я ощущаю, что если они у меня будут так стоять, пока я буду делать определенное действие, да, то моя жизнь в одну колею пойдет, и поэтому я иногда себя исправляю и делаю дело так, как нужно делать, и как меняю будущее свое, трансформирую. Так, что мы дальше, девочки, делаем? Наталья спрашивает, возник тот же вопрос про астарота, соль там куда класть? Я, девочки, соль, астаротскую соль поделила на две части, одну часть я себе под коврик, под входную дверь обновила, а вторую часть я использовала для ритуала. Если вам эта соль, в принципе, не нужна, лучше ее к себе где-нибудь под порог кинуть, да, под порог входной двери. Причем я вам скажу одну вещь. У меня после, у меня живет же фамильярчик котики, собачка, и когда я это сделала, у меня собака начала гавкать на входную дверь в три раза больше, чем она обычно там гавкает. Понимаете? Я вот даже тоже уловила так, 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 кто-то там крутился. Так что соль, в принципе, вот эту астаротскую вы можете использовать для охраны своего дома. Кто-то может высыпать ее, если она не нужна, да, если там вы там просто четверговую соль использовали, там мешочки сделали и еще что-то. Тут ничего такого нет. Можно развести с водой, сделать такой соляной растворчик, да, продиагностировать, кстати, себя. Можно туда отлив восковой делать, можно яйцо, кстати, бить, да, в этот вот соляной раствор яйцо, сырое яйцо вбили, девочки, поставили у изголовья кровати, да, потом проснулись утром, и эту мешанину, что у вас получилось, то просто берете и выливаете в унитаз. Понимаете? Да, и это похоже на такую яичную чистку, но это такой с солью идет. Дальше. Про кровь Милена спрашивает. Про кровь непрогляда. Каким образом влезть под непрогляд для гадания самой себе? Самой себе, девочки, лучше не гадать, да. Это даже не то, что непрогляда касается, потому что мы сами себе гадаем больше не объективно, а субъективно. И когда мы гадаем самой себе, иногда вещи такие могут, которые могут заметить другие, вы просто можете их просто не увидеть сами даже, да. Поэтому желательно, чтобы вам гадал кто-то. Когда на вас стоит непрогляд, да, когда на вас стоит защита, и вы даете, например, кому-то на вас погадать. Дело в том, что когда вы доверяете какому-то человеку, и вы просите его, погадай мне, пожалуйста, вы даете ему вот этот вот ключ, чтобы он на вас погадал, да. И тут, в принципе, так как это по вашей воле вы гадаете, да, в принципе, вам нормально погадают. Если гадают на вас против вашей воли, непрогляд работает, да. Даже я замечала, что если на ком-то стоит, кстати, непрогляд, да, а ты особо на этом не заморачивался, это то, что стоит непрогляд, не сразу-то и видно, да. То есть, когда стоит непрогляд, какие-то определенные карты, вот если диагностику делать по Таро, да, они начинают так жутко повторяться и зеркалить. И вот, например, для Таролога, да, который вам раскладывает, вот это вот видно, вот это зеркаление, он понимает, что тут что-то не то. Так, а самой себе под непрогляд для гадания лезть? Вы лучше, знаете, как сделать? Когда вы гадаете, ставите напротив себя, например, зеркальце, да, чтобы вы могли смотреться, либо расчесаться перед зеркалом. У меня, например, когда я себе могу погадать, у меня есть такой ритуал, да, то есть я заложу в ванну, короче, чистюсь, моюсь, там в сольке полежу той же, да, и потом только я себе гадаю. И причем до этого я очень долго как бы смотрю в зеркало, привожу себя в порядок, и потом я только себе гадаю. Потому что когда я, например, ну, мягко говоря, грязная, даже вот физически или там морально, гадание с непроглядом, оно получится просто никакое. Так, дальше, девочки, смотрим. Ну вот, Елена тоже спрашивает. Скажите, я вот сделаю непрогляд, а если я захочу попросить погадать, то с моего согласия человек сможет просмотреть и говорить, что нужно? С вашего согласия – да. Вот до этого я отвечала. Когда по вашему согласию гадают, и вы предоставляете, например, свое фото, или открываете глаза и смотрите на человека в упор, то и смотрите, и говорите, что, ну, погадай мне, пожалуйста, вы как открываетесь, и вы ждёте, и вам гадают, и тут всё нормально. Когда против вас или со злым умыслом, девочки, или без вашего разрешения гадают, то непрогляд будет давать ложные варианты, причём будет врать так конкретно, на таких даже простых вопросах – замужем, не замужем, и всё такое. Так, Екатерина спрашивает. Допустим, я сделаю ритуал непрогляд. Если эта защита мне не подойдёт, как прекратить её действия? А я не знаю, кому она ещё не подходила. Непрогляд ставят все себе. Вот практически все без исключения, кого я, например, знаю, каждый себе делает непрогляд, девочки. И причём и с зеркалами делают, а ещё делают, кстати, непрогляд на хлебушке, на кукле делают, на скелетах девочки делают, на яйцах делают. Непрогляды ставят себе все. И дело в том, что вот сами по себе непрогляды, да, прекратить его действия. Ну, нельзя прекратить действия. Ну, нельзя тут прекратить действия. Он действует, и всё. Единственное, что он со временем, он стекает где-то, а слабо убивается. Вот и ты уже чувствуешь, да, что тебя где-то могут пробивать. То есть ты уже чувствуешь, что тебе надо, например, обновить. От чего это чувство зависит, девочки? От того, что когда на нас колдует, мы же чувствуем, да. И мы ставим себе вот эти вот защиты, делаем очищение, когда мы чувствуем, что на нас воздействие какое-то идёт, да. Сами вы не прекратите действия этого непрогляда. Единственное, что, например, когда делают откаты, да, откат какого-то ритуала, то есть, например, что-то пошло не так, в основном, да, как отворачивает ритуал, когда что-то пошло не так, это касается, например, чёрных приворотов, ну, я сейчас за чёрную магию скажу, да, каких-то кладбищенских ритуалов, да, то получается, человек испугался, что-то пошло не так, и он дальше не хочет дорабатывать, да, и, получается, откатывается ритуал назад, то есть, делаются полностью противоположные действия, да, и, может, вы даже, может, вы даже слышали, есть такое, что задом наперёд ходить, задом наперёд одежду девать, есть ещё заговоры задом наперёд, чтобы читать. В общем, это защита, я, вот, Катя меня поставила даже в тупик, да, как не подойдёт эта защита. Это такая обычная защита, которая, в принципе, она всем подходит, я даже не встречала ни одного человека, чтобы она не подошла. Да, есть такие ритуалы, которые не ложатся, ну, и, например, в чёрной магии, которые не ложатся на людей, не то, что они не ложатся, там начинается страх от того, что человек, человек был предупреждён, например, какие будут идти результаты, так вот скажем, да. Но дело в том, что потом человека начинает мучить какая-то совесть, потом вина, да, или ещё что-то, и человек уже просит, давайте вернём всё, отдам лишь бы вернуть всё назад на место, да, и всё остальное. Это делается в исключительных случаях, и делается ритуал задом наперёд. Но, в принципе, к защите и к непрогляду это не относится. Он, в принципе, потом, когда вас попытаются пробить, вы это почувствуете, да, и когда вы почувствуете это, всё зависит от того, какой первый ритуал будет вами сделан тогда, когда вы чувствуете, что вас пробивают. Получается, иногда делают такие ненужные ритуалы, вот когда человек начинает метаться, чувствует, что его пробивают, да, что его смотрят где-то, он начинает метаться, делать какие-то... Ну, это очень обширное, тут так вот, в общем, даже не скажешь. И делает какой-то ритуал, он сбивает с себя, вот этот даже непрогляд. Так. Маргарита спрашивает. Сделала вчера непрогляд. Зеркало было новое, но я достала его для удобства. Об край порезала палец, но на него кровь не попала. Зеркало лопнуло при заливке свечей, пришлось закопать. Утром лопнуло кольцо на пальцы серебряное, сейчас лопнули солнечные очки, душка отлетела. Я всё правильно сделала. Немного напрягают все эти совпадения. Может, что-то пошло не так, и надо защиты ставить дополнительные. Так, Марго. Об край порезала палец, да, но кровь на него не попала. Это, в принципе, не особо важно, попала на него и кровь или нет. Ну, ладно, хорошо, ты порезала. Сейчас восстановим картину бытия. Зеркало лопнуло при заливке свечей. Лопнуло кольцо на пальцы серебряное. Лопнули защитные очки, душка отлетела. И смотри, солнечные очки связаны как раз-таки с глазами, да. Кольцо серебряное. Я тебе скажу, Марго, что тут надо тебе ещё, кроме непрогляда, да, ставить другие защиты по-любому. Потому что кто-то, вот серьёзно, ну, не хочу тебя пугать, да, но это не то, что даже совпадение. Это тебе показывают, вот тебе ритуал даже сам показывает этот, да, что обрати внимание, что на непроглядье, когда ты ставишь для себя это всё, у тебя срабатывают вот эти вот защитные механизмы. И когда у тебя, когда нисколько даже с тобой что-то происходит, а вот зеркало лопнуло, да, кольцо лопнуло, очки, да, сломались, это говорит о том, что на тебя кто-то пытается нападать. И, возможно, когда ты ставила вот этот непрогляд, именно вот в эти вот моменты, да, так могло совпасть, что как раз-таки на тебя кто-то и хотел магичить. Так что защиты надо ставить. Причём обратите внимание, девочки, да, вот когда я сейчас эту болталку раскладываю, не всем сказала, но сейчас 7 мая, девочки, и у нас будет полная луна, и 22-го новая луна. И май вообще, вот этот вот май, девочки, 2020 года, это супер время. Вот просто супер время и по нумерологии, и по чёрной магии, и по вообще любой магии ставить на себя защиты. Поэтому у нас таки пошло именно после Вальпургивой ночи. И обратите внимание, дата была 05.05.2020, да. Сейчас какое у нас число, девочки? Шестое уже, среда. 06.05.2020. Ну, это так, тоже хороший день. Но завтра полнолуние, да, обратите внимание, на полнолуние сейчас ставит на себе защиту самото. И вот мне кажется, что на моргу как раз-таки кто-то и пытался, пытался налететь, да, и это не получается. Скорее всего, там, где ты порезала свой палец об это зеркало, кто-то пострадал больше. И надо просто даже со своих знакомых посмотреть, у кого тогда, как говорится, перебинтованная рука, нога или какая-нибудь фигня в жизни происходила. Именно с какими-то даже вот срезами, порезами. Так. Я даже тебе даже больше скажу, да. Тут такие знаки у тебя идут. Ты описала три знака, но у меня такое ощущение, что тут еще больше будет. И раз оно вот как раз-таки с непроглядом связано, да, и такие вот вещи происходят, значит, с той стороны кого-то ждет офигенная обратка. И, скорее всего, именно связано именно со зрением, со зрением девочки. Так. Мила спрашивает. По ритуалам от подкладов можно использовать булавки бывшего употребления в хозяйстве или шитье? Можно, девочки. Я использую и булавки, ну, я их уже, точнее, все уже попользовала, то, что у меня было. У меня пару иголок, которыми я там что-то зашиваю. Осталось так. Но все иголки, все булавки, все, что использую, то использую, как говорится. Можно. Печать астарота. Могу я делать этот ритуал, но сейчас не работаю, сижу дома. Но знакомые остались с прошлой работы, соседи, приятельницы. Когда сжигаешь печать, нужно что-то произносить, и куда девать пепел. Нет, ничего не нужно, девочки. Дело в том, что астарот, он сам хорошо умеет разговаривать. И то, кому он скажет, как он скажет, это уже его, как говорится, дело. Так что тут уже говорить ничего не надо. Когда мы работаем, вот я тут все-таки чуть добавлю, да, когда мы работаем, девочки, с демонологией, вообще с демонами, есть ангелы, есть демоны. Чем отличаются ангелы от демонов? Демоны – это падшие ангелы. И не то, и еще. Вот это вот понятие падшие ангелы, ад и рай, оно настолько переплетено, что я, например, когда углубляюсь в типы архангелов, ангелов, демонов, девочки, я очень много похожего нахожу. Очень много шифровок, когда ангел и демон практически под одним именем, понимаете? Но в чем фишка? Мы привыкли, что ангелов мы просим о чем-то, о защите, просим милости и все остальное. Демонов мы зовем и призываем. И если вот даже вот в христианском эгрегоре получается я раба боблюжья, то есть я раба, я подстраиваюсь, то с демонами не так. Например, есть такие неправильные сатанисты, которые демонам, дьяволу поклоняются, челом бьют, там лбы разбивают. Это неправильно. Демонами надо управлять, демонам надо давать указания, приказы, что ты пожалуешь, что ты хочешь, то он и исполняет. То есть их не надо просить «Исполни мою мечту, пожалуйста». Нет, мы их назначаем. Ты у меня сегодня делаешь это, ты это. Ну, в зависимости от иерархии даже какой-то. Даже, вот знаете, вызов демона, он тем и отличается, что он приходит и исполняет какое-то ваше желание, потому что вы ему указываете. Чем лучше вы ему укажете, тем лучше он это исполнит. И это не просьба, понимаете. И когда вы видите, например, тех же каких-нибудь сатанистов, которые, знаете, в таком, в общем понимании, да, сатанисты, которые поклоняются там Люциферу, поклоняются демонам, да, всё это говно на палке, по-другому не назовёшь, потому что им не поклоняются, их вызывают для того, чтобы решать конкретные вопросы. И причём даже вот по царю Соломону, по самому такому распространённому, потому что много есть таких вот типа систем, да, но в принципе они одни и те же. Вот я, например, предлагаю вам именно по малому ключу Соломона, да, по Гаэтии работать с демонами. Там, конечно, с одной стороны сложно разобраться, там, новичку, да, но вот кто захочет и кому, как говорится, доступ есть и понимание, вот голова, замок, осталось взять в ключ, да, вы сразу поймёте, что к чему, что у кого просить, да, если вы просите не у того, кто этим, как говорится, не занимается, он вам ничего не сделает и кажется, чё черная магия не работает? А потому что ты кому? Что ты делал? Как ты делал? Чё ты делал? И вон, можете даже вот посмотреть, как я там даже на главный свой канал выкладывала, кто не видел, может, видел, да, как я вызов духа делала, вот как раз-таки там называется, по-моему, вызов духа, ну, короче, вызов демона, да, я говорила, я тебе приказываю, демон, да, сказать мне, и потом мне, как я приказала, оно таки идёт, потому что там надо знать, кого просить и что делать, и вот то, что мы с вами делаем, астарота, да, вы можете почитать даже про астарота, в принципе, в интернете реально мало информации об этом, но рассказывать я тоже как бы не имею права полностью об этом, да, то есть я вам даю ритуал именно для чего-то, не в общем, да, не то, как его можно растягивать, как его можно использовать вообще в чёрной магии, а именно под определённый ритуал, так, который можно сделать самому, так, мои дорогие, то Елена спрашивает, скажите, пожалуйста, печать астарота делает только кто имеет рабочее место, а я имею в виду, кто ходит на работу, потому что я временно работаю дома и своего рабочего стола нет, других работников я не знаю, только директора, и мне смысла нет этот ритуал делать, астарота можно делать в любой ситуации, в которой вы посчитаете нужным, да, и желательно, конечно, с работой, если вы работаете дома, но рабочего места, рабочего стола нет, да, то я бы всё-таки посоветовала не особо заморачиваться с этим ритуалом, потому что для для этого реально надо именно рабочий стол, это как, знаете, как мини ваш алтарь, ну, я так думаю, что может и нету смысла, если сомневаетесь, то лучше не делать. Юникорн порн спрашивает, ритуал с печатью астарота, хочу эту соль за калиткой посыпать, частный сектор, но если я это сделаю, эту соль будет нереально собрать, как в случае с ковриком у квартиры не получится, спустя 9 дней, дождь, вечер и т.д. Как в этом случае поступить, ничего дополнительного не делать? Девочки, у меня есть такое, когда астаротскую, вот именно с астаротом и еще с другого демона, когда я это, ну, похожее делаю, да, я сыплю и у ворот девочки сыплю, и у калитки на асфальт, да, но когда мне это не нужно, либо перед приходом, например, каких-то покупателей, или когда я думаю, что, ну, покупатель может грязный такое, не очень, но мне надо, например, снять вот это просто с этот, как он, перец горошком, девочки, не душистый перец, а именно черный перец горошком, да, я сыплю черный перец горошком, для того, но есть такое, надо смотреть, сколько горошин ты сыплешь, да, для того, чтобы я, я бы хотела, чтобы за мной все-таки, как говорится, следили, да, если я вдруг где-то ошибусь, я по 13 горошин на все входы, там, где я сыпала, соль сыплю, когда я хочу уже полностью от всего освободиться, забыть и переступить, и чтобы разные уже люди шли, да, то 14 горошин, понимаете, и причем это тоже связано со старшими арканами и с четным, и с нечетным количеством, так что, если уже собрать не хочется, но уже хочется просто, чтобы это уже не работало, да, то тогда 14 горошин, да, можно две четное количество, девочки посыпали и все, и получается, он возьмет вот эти вот горошины, да, четное количество и уйдет в мир иной, понимаете, если нечетное количество, то значит, он еще, вот, я даже ощущаю разницу, когда я кидаю 13, когда я кидаю 14, вот реально вижу, как за собой разницу, так, дальше, давайте посмотрим, Светлана спрашивает, вопрос про зеркало, можно ли закопать у себя в саду или желательно подальше от дома, в саду можно закопать у себя, да, под какое-нибудь дерево, девочки, закопать, но единственный такой момент есть, да, когда на вас кто-то будет магичить, что с садом связано, да, то эти деревья потом могут высыхать, и если вы хотите, например, видеть, да, то, что на вас магичит и у вас дерево засыхает, это одно, но если вам жалко вашего сада, да, то лучше закапывать где-нибудь подальше от дома. Ну, можно, но если вам жалко дерево, то лучше не закапывать. Так. Мешочек со зверобоем, мило спрашивает, мешочек со зверобоем и солью, как часто менять срок его работы? Знаете, девочки, вот так как четверговую соль делают только в чистый четверг один раз в год, да, то, в принципе, по идее, он работает целый год, да, но с травами я, например, меняю часто. Вот я, как, например, делаю соль, у меня или соли много, у меня такое еще соляное настроение, то я, например, раз в три месяца где-нибудь, да, вот, например, когда погода еще меняется, вот, например, было жарко, а потом наступает, например, золотая осень, да, и вот именно вот первый холодок, и меня тянет на эти соляные ритуалы. Потом, например, холода начались, а потом пошел какой-нибудь такой первый затяжной дождь, сырость такая, я опять меняю. Потом, перед Новым годом меняю, вот, когда, знаете, бубенцы, колокольчики всякие, вешаешь, там, елку наряжаешь, тоже меняю. Так, как правильно деактивировать, утилизировать? Просто высыпаем, девочки, либо смешиваем с водой и выливаем в унитаз. Можно еще использовать, как я ранее говорила, да, то есть, просто берете и вбиваете туда яйцо, просто, обычное сырое яйцо вбиваете, у изголовья можно поставить, а можно у изголовья не ставить, вот кому, как говорится, лень заморачиваться, да, на ночь, вот этой вот солью, можно просто взбить, да, перемешать и яйцо вилкой там взбить с этой солью и с водой и просто вылить в унитаз. Так, и тоже мило спрашивает, соль я могу высыпать на улице перед подъездом, живу в многоквартирном доме? Да, девочки, конечно, можете. Так, Астрия спрашивает, отчет по ритуалу непроглятый вопрос. Сделала, но в конце ритуала, когда воском закапывала воск, быстро горел, а фитиль медленно, черный дым был, в ткань белую замотала и начала от свечей закапывать, и начал свечей закапывать. Воск темным цветом капал, капли-то черные, то грязно-желтые, нужно переделать, зеркало спрятала в кромном месте, не разбивала. Знаю, что, Астрия, это я тебе скажу одну вещь. Это получается у тебя, вот сейчас, в этот момент, когда ты делала и фитиль так плохо горел, это не сколько говорит о том, что на тебя там кто-то воздействует, сколько говорит о том, что у тебя не хватает реально энергии твоей для этого. Свеча, она чуть ли не под хлопку должна работать. и вот кто у меня сами при мне делают ритуалы такие, например, у них свеча горит так же, как у тебя, грязно-желтые, коптит как-то, и остается такой длинный фитиль, мы этот длинный фитиль все равно делаем так, чтобы он полностью выгорел, сгорел. То есть, когда так идет свечка, это говорит о том, что именно, и, кстати, у мужчин не так, но у женщин получается вот эта вот ослабленная энергетика идет. Надо потом переделать в какое-нибудь другое время и уже, и посмотреть, чтобы свеча нормально, хорошо работала. Так, Юлия спрашивает, доброго времени суток, что делать с подкладом, если я его нашла на даче, на территории ложка? Также ранее на даче находили искусственные цветы. Ох, какая падла тебе ложат. Прикопанные в землю в теплице неподалеку кладбище. Сколько там пролежали эти подклады, сказать не могу. Видимо, уже не раз мимо них прошли, прежде чем обнаружить. По действиям против подкладов в помещении домработа понятно. А если на дачном участке теплица, баня просто в земле, как защититься? Как их нейтрализовать после того, как найдешь, особенно если они уже полежали там какое-то время? ложку тебе положили искусственные цветы, девочки. Вот, кстати, я же там много чего снимаю, даже на телефон, но это пока не выкладываю, потому что думаю, надо там объединить, там порезать, там, и это, знаете, уходит очень много какой-то склейки и всего остального. Короче, технические вопросы, да, но вот я думала как раз таки вам даже вот маленький пример яркий на второй канал выложить, то, что я тут недавно в квартире одной нашла, тоже там были кладбищенские искусственные цветы, и, но все равно в интернете, в ютубе я этого говорить не буду, да, а вам тут скажу, ложка, походу, эта ложка тоже оттуда была, с кладбища, потому что ложку искусственные цветы, и я даже тебе аж хочется, девочки, мне сейчас сказать, кто это ложит, сейчас, девочки, подождите, Юлия, она какая-то моложавая баба, это баба по-любому моложавая какая-то, знаешь, так хочется сказать, моложавая, то есть она как молодица, то есть я не могу сказать, что она старая, да, или молодая, а такая моложавая ходит, что с ними делать, если бы, если бы они были в черной ткани, да, что с ними делать, то это уже реально такая магия черная была, то, что они тебе подкладывают, оно, оно, знаешь, не против людей, а именно против, это, против того, чтобы у тебя было, ну, богатство, благополучие, материальный какой-то достаток, это вот от злости кто-то сделает, от злобы какой-то такой, почему-то мне это слово идет, моложавая, да, моложавая, жа, 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 может, это имя даже какое-то, что делать против таких вот подкладов, да, когда в теплице, в бане, просто на земле, есть одно такое прикол, первое правило, да, первое правило идет, девочки, берете то, что вы нашли, ищите, берете в какую-нибудь тряпочку, да, там, салфеткой какой-нибудь, руками желательно не трогать, перчатками, да, относите на осину, и там, где вот ветки раздваиваются, вот так вот раздваиваются ветки, да, втыкаете туда просто, все свои подклады, которые вы нашли, иголки, втыкаете в сами дерево, или вот находите там, где веточки вот так вот стоят, да, маленькие, большие, неважно, и ложите туда вот этот подклад, он тогда идет с возвратом, и тот, который вам подкладывал, будет, как говорится, водугореть наяву, и бегать еще, как ошпарины вокруг вас. Дальше, вот эти вот подклады, когда находишь, их желательно выкидывать в колодцы, да, то есть какие-нибудь такие, сейчас колодцев мало, да, но есть вот эти вот, где-то незакрытые, люки, их специально тоже особо не найдешь, да, но, например, если это на дачах где-то, колодцев, там, в принципе, полно, вот этих выгребных ям, тоже полно, их просто кидаете, короче, в выгребные ямы, желательно даже чужие, в выгребные, там, к соседке зашли, можно я к тебе тут мусор выброшу один, можно, ей ничего не будет, вам хорошо будет, то есть в какие-нибудь такие, эти вот, ну, в колодец сам а то выбросить, и в осину сбить, девочки, вот, самые такие действенные методы, дальше, а, еще, ну, конечно, я тут не хотела говорить, но все-таки, девочки, скажу, когда вы находите подклады у себя на участке, да, дело в том, что вот эту вот энергетику, и вот этот посыл, его не особо так легко нейтрализовать, да, и в основном, вот эта энергетика, она должна пойти именно тому человеку, кто это вам сделал, вот даже, тоже через осину, через колодец, либо, да, либо, девочки, мы просто это берем и выкидываем, бросаем в какой-нибудь чужой участок, который к вам, в принципе, не относится, да, не вашим там соседям, куда-нибудь дальше идете, и выкидываете на другой участок, вот, перебрасывание такое, ну, конечно, это не особо такой хороший метод, да, такой, для совести, но, просто эта энергетика никуда не девается, и надо куда-то дальше идти, вид ок спрашивает, нужно ли обновлять покров непрогляда, если да, то как часто, смотрите, девочки, когда я, например, себе его делаю, да, когда я чувствую, что на меня идет воздействие, когда я чувствую, что меня кто-то хочет прочитать, когда мне попадается какая-то гадалка, которая возникает сама по себе, да, то есть я не прошу никого мне погадать, и мне кто-то такой вдруг ни с того ни с сего, там, в интернете, или, или в жизни, там, кто-нибудь на улице подойдет, или еще что-то, это, говорит какие-то странные слова, вот такие вот с магией связаны, ни с того ни с сего вдруг, да, и когда, например, в белом платочке ко мне кто-то подходит здороваться, тоже я сюда это отношу, и когда идет к вам кто-то, говорит, а давай я тебя погадаю, то есть вы не просили ничего, да, и вдруг вам в том, типа, давай я тебя погадаю, вот, кстати, как раз-таки это знак того, то, что не именно этот человек, да, но то, что это посыл такой, вам показывают, что вам, вам хотят там что-то сломать, вас хотят просмотреть, да, просто берете, делаете этот ритуал заново, как часто, да, в принципе, если сильно не заморачиваться, его хватает реально на 13 месяцев, я бы сказала, не 12, а вот 13, раз в год, а если вот чувствуете такое вот, к вам какие-то странные люди начинают подходить, ни с того ни с сего, да, то лучше этот непрогляд повторить, так, и Наталья Бобкова спрашивает, такой вопрос, ритуал непрогляд, там в конце описывается, если есть тату с глазами, то тут не смогут просмотреть, а у меня есть тигр в виде тату с глазами, почти моего цвета, то не могут просмотреть, плюс ритуал сам тоже сделаю, вопрос, спасибо, так, если есть тигр в виде тату с глазами, почти моего цвета, понимаешь, тут есть такой вопрос, что это за татуировка, да, то есть, ты почему ее делала, потому что тигр, это твое тотемное животное, глаза, это повторение твоих глаз, там, что пытался передать тату-мастер, да, то есть, какой был заказ на эту татуировку, для чего эта татуировка была сделана, в принципе, вот из-за того, что у тебя тигр, тут надо понимать вообще, что это за татуировка, и какое оно значение имеет для тебя, да, тотемное ли это твое животное, то есть, если вот этот тигр, понимаешь, тут такое дело с татуировками идет, особенно с татуировками животных, да, очень часто еще спрашивают, я сову себе набила, сова меня сейчас будет от всего защищать, помните, еще так популярно было, да, совы, 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 кто-то волка набил, и тоже у меня тоже спрашивают, типа, волк меня от чего защищает, или не защищает, но в основном для черной магии вот эти татуировки, они в принципе никакого значения не имеют девочки, да, и вот редко, я вообще, не знаю, может один раз в жизни только видела такую татуировку, которая была вот реально мощным оберегом, именно, кстати, совой, с той же, да, но в основном вот эти вот совят, которых совят, сов, я знаю одну семью, у которой тоже у женщины, совушка набита совенком, у ее мужа самец совы, потому что у них фамилия, да, с совами связана, да, ничего они в принципе не несут и не защищают, тоже зависит от того, кто бил, где бил, так как у нас этой информации нету, то я вам скажу, что все-таки не прогляд, надо бы сделать, даже с глазами, то, что у тебя вот эти вот есть, вот такие вот девочки, ответы на вопросы, надеюсь, у вас все там получается, все идет у вас, девочки, красиво и хорошо, что-то я еще хотела вам такого интересного сказать, я не то что забыла, сбилась немного, девочки, а еще обратите внимание, ну это так вот, под конец болталки уже вам сброшу, вот смотрите, почему я, например, так часто черепа использую, да, в своей практике, там, потому что у черепов насчет тех же непрогляда, видите, глаз-то в принципе и нету как таковых, да, и, например, когда делаешь куклу, да, ты на черепе рисуешь вот эти как бы искусственные глаза, как очки ему надеваешь, и потому, когда череп с открытыми, как они называются, впадинами, вот этими вот для глаз, глаза там, где не нарисованы, да, они одно имеют значение, когда черепам рисуют глаза уже, да, они уже более мощные становятся, это уже из магии Вики, то есть даже вот если вы глаза где-то, где-то хотите, например, какой-то себе череп купить, да, обратите внимание, что черепа, они связаны со смертью, как говорится, момента моря, да, когда череп сам по себе имеет защитную функцию, выполняет, когда он без зрачков, но когда вместо у него вот этих глазных впадин на них нарисованы глаза, то это уже защитная кукла такая вот идет. Я, кстати, например, когда на кладбище хожу, беру с собой тоже что-то мертвое, да, и нос какими-то закрытыми глазами, черепа те же одеваю, оно впитывает, вот я вам скажу, оно впитывает негативную энергетику в себя, но если я нарисую, например, глаза, это будет уже работать назад энергетика. Вот такие вот дела, мои дорогие, так что, если будут у вас еще вопросы, задавайте, девочки, да, но вот эти вот ритуалы, которые мы с вами делаем, их надо переваривать, да, ими надо нисколько даже там, сколько прям делать так, вот именно как вы должны, просто они должны лечь вам на душу, да, для того, чтобы вы испытали, прокрутили в голове, как вы их делаете. Обязательно обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, потому что у меня, например, бывает так, сделаешь кому-то ритуал, и потом интересуешься, ну что там произошло, и человек говорит, ничего не произошло, ничего не случилось, ничего не происходит, ну как-то ничего не понятно, это буквально тоже недавно было, да, и я начинаю когда расспрашивать, на какие-то моменты обращать внимание, да, и человек понимает, блин, а сколько действительно такое вот произошло, а я ничего не заметила, типа ворона не обращала внимания, потом говорю, обращайте внимание в диалогах с людьми, которыми вы общаетесь, какие-нибудь даже вот странные вопросы задавайте, да, необычные, так как они привыкли, да, а где они не ждут подвоха, и вдруг какой-то странный вопрос, вы хоп, задали, да, и вы сразу уже видите, вы начинаете вскрывать этих людей, которые вас окружают по-другому, куда их эти девочки, людей, утилизировать в собственной жизни, пропалите сейчас всех своих знакомых, как раз таки, это время, да, карантинное время, вот этот вирус, нас там всех заставляют, как говорится, дома сидеть, да, ни с кем не общаться, это в принципе даже и хорошо, обратите внимание, что даже вот посидев в этом карантине, да, сколько вот говна может от вас просто отлепиться, не глядя, сколько ненужных этих людей, могут просто даже и не прийти в вашу жизнь никогда, потому что даже этот карантин идет на пользу девочке. Вот такие вот дела, мои дорогие, все, дальше будем с вами тоже общаться и в болталках, и на ютубе, пока, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю.